Пожарные срочно выехали в детский лагерь Гайдар. Всех детей экстренно эвакуировали из корпусов. Пожарная машина уже готова к тушению огня. В актовом зале лагеря загорелась электропроводка. Такие вводные данные дали детям сотрудники противопожарной службы во время инструктажа. Ребятам напомнили о том, какие бывают основные причины возникновения пожара, как предотвратить несчастный случай, по каким телефонам нужно звонить и что делать, если человек оказался в задымленном помещении. После инструктажа дети и вожатые покинули помещение и переместились на спортивный стадион, чтобы отточить навыки тушения огня на практике. Участники эстафет учились надевать пожарный костюм на время. Надеть нужно было не только быстро, но и правильно, соблюдая последовательность всех элементов. Следующее испытание на очереди – использование огнетушителя и пожарного рукава с водой. На поле ребятам предстояло сбить мяч напором воды. Попробовать себя в роли настоящих пожарных смогли несколько команд. К нам каждую смену, когда я была, приезжали пожарные. И каждый раз получалось, что мы бегали. Это незабываемые эмоции просто. Море драйва. Ты ощущаешь себя прям пожарным. Больше всего нравится из огнетушителя пулять пеной или специальным раствором. Всегда очень нравилось. Надо было одеть полностью пожарные вещи, чтобы было нелегко особо. У них было очень жарко. Потом мы сбивали мячик водой из шланга пожарного. Это было прикольно. На трибунах болельщики активно поддерживали своих соотрядников. После всех испытаний пожарные сделали для ребят традиционный общий освежающий душ из пожарного рукава. Это было то, что нужно в жаркую погоду. Некоторые гайдаровцы принимали водные процедуры по несколько раз. Болел за своего вожатого, за мужа своей вожатой. У нас вот такая сейчас была свадьба. Болели за свою соотрядницу Веронику. Очень понравился, очень хорошо поддерживал. Сегодня мы болели за все отряды, которые участвовали в этих соревнованиях. Также очень сильно поддерживали, потому что было очень тяжело кому-то одевать маленьким эти костюмы тяжелые. Так водичка. Вообще офигенно. Особенно в такую жару очень хорошо освежая. Водичка холодная, прям в разных напорах все сырые. Учебную эвакуацию и веселые эстафеты организуют на территории лагеря Гайдар каждый год. Цель таких мероприятий – напомнить детям и сотрудникам учреждения о правилах пожарной безопасности в быту и на отдыхе. И рассказать про действия во время чрезвычайных ситуаций. Ведь лагерь – одно из потенциальных мест, где может возникнуть пожар. В лагере дети находятся у нас без родителей. Поэтому здесь вся ответственность, если вдруг случится какое-то чрезвычайное происшествие, вся ответственность лежит на них, чтобы они не растерялись, смогли среагировать вовремя. И как себя вести, всегда знали и помнили. А вообще какие-то случаи были в лагерях? На нашей территории, в Нижегородской области, именно город Саров, нет. Таких случаев не было. Такие же профилактические мероприятия сотрудники специальной пожарной части проводят и в детском лагере «Лесная поляна». Светлана Герунова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров, 24.